друзья приветствую вас на канале music market меня зовут иван захаренко и сегодня в нашей студии царит невероятный утонченный запах австралийского дерева потому что сегодня у нас на обзоре гитара от компании made in модель srs 808 си готовы поехали итак друзья это та самая форма которую выбирает сам томи эмануэль но стоит отметить что это не подписная модель томи об этой гитаре у нас есть отдельный ролик на канале обязательно посмотрите его этот же инструмент выполнен из абсолютно других материалов и пожалуй это самое главное отличие несмотря на то что томи эмануэль один из самых известных фингерстайл гитаристов тем не менее фингерстайл музыканты все чаще выбирают инструменты с верхней декой из массива кедра и этот материал дерево определенно имеет свои краски которые ну ничем не передаются обязательно нужно послушать вживую чтобы понять разницу ели и кедра и действительно в этом инструменте верхняя дека сделана из массива кедра класса а а обечайка и нижняя дека сделаны из черной австралийской акации кстати многие материалы древесины из которых изготавливаются гитары мэйтон произрастают только в австралии что делает эти инструменты по-настоящему уникальными гриб гитары также выполнен из уникальной австралийской породы квинслитского клёна этот материал произрастает на севере австралии ну а накладка и бридж сделаны из черного дерева эти материалы в сочетании с усовершенствованной системой пружин делают звучание гитары очень сбалансированным с глубоким низом мягким и насыщенным верхом и даже несмотря на корпус такой миниатюрный корпус концерт этот инструмент звучит по-настоящему мощно звонко и ярко теперь давайте рассмотрим этот инструмент поближе резонаторное отверстие украшает инкрустация из дерева сапели на стыках дека и обечайки вот такая вот черная защитная окантовка очень сделано аккуратно и качественно перламутровый пикгард с фирменной буковочкой м логотип мэйтон верхний и нижние порожки сделаны из натуральной кости что естественно благотворно сказывается на звучании очень удобный гриф уже отстроены на заводе друзья фактически сразу же попадает к вам в руки прям из кейса из коробки максимально отстроенный приятно его уже держать в руках понятно что играть на нем будет максимально удобно ну и касательно колковой механики топовые колки grover фактически самые лучшие колки в мире хромированные отлично сочетаются с пуговицами для крепления ремня ну и друзья фирменная голова грифа в центре красуется логотип мэйтон кстати вот это вот перо присутствует еще на самом первом инструменте от мэйтон который был сделан в 1946 году лично основателем компании биллом мэйн ну и последнее дополнение друзья естественно таком топовом инструменте стоят с завода одни из самых лучших струн это эликсир фосфорная бронза калибра 12-53 давайте наконец послушаем как же звучит этот красавец биллом мэйтон биллом мэйтон биллом мэйтон биллом мэйтон биллом мэйтон биллом мэйтон Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, ну и помимо того, что этот инструмент потрясающе просто звучит вживую, в акустическом варианте, тем не менее, инструмент профессиональный, концертный, поэтому, естественно, он имеет способ подключения, имеет электронику, и давайте поговорим о ней. Итак, звукосниматель AP5, или, как мы говорим, AP5, он имеет в своем составе и пьезоэлемент, и микрофон, и фактически, по заверению самого Томми Мануэля, является самым лучшим звукоснимателем в мире. Итак, под бриджем установлен пьезоэлемент, который, кстати, имеет свою регулировку, вот здесь вот таких два пазика есть, для шестигранного ключа есть отверстие, но производитель, друзья, настолько не рекомендует самостоятельно заниматься регулировкой, потому что все на заводе специальными приборами уже заранее отстроено, что приклеил вот специальную наклейку, ни в коем случае не крутить вот эти вот винтики, не регулировать самостоятельно пьезоэлемент. Все уже заранее отстроено просто идеально. Помимо пьезоэлементов, внутри также установлен высококачественный микрофон с кардиоидной направленностью, который можно вот так вот легко регулировать, в зависимости от личных предпочтений найти идеальное расположение. Также миниатюрный темброблок установлен вот здесь, имеет ручку громкости для каждого из элементов, и для пьезы, и для микрофона отдельно. Трехполосный эквалайзер для нижних, средних и высоких частот. Ну и также есть специальная ручка FQ, которая позволяет избегать эффекта обратной связи, ну или проще сказать, чтобы гитара не заводилась. Кстати, питание темброблок получает от двух батареек типа АА, нестандартная крона, а вот такие очень доступные батареечки. Итак, друзья, сейчас давайте послушаем, как звучит гитара без подключения на обычный конденсаторный микрофон, ну и послушаем три варианта в подключении. Только пьеза, потом только микрофон, и далее 50 на 50 микрофон и пьеза. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Независимый итог после обзора этого инструмента. Я не могу этого сделать, потому что он максимально субъективный, максимально заинтересованный. Я обожаю инструменты Maiton, и по-настоящему мечтаю о таком инструменте. Обязательно когда-нибудь и у меня будет такой потрясающий инструмент. Что же касательно объективной оценки, то безусловно, этот инструмент подходит идеально для инструментальной музыки, как раз-таки для игры в стиле фингерстайл. В целом он неплохо подойдет и для сонграйтеров, то есть для людей, которые пишут музыку или, скажем, аккомпанируют себе. Но нужно понимать, что без подключения, естественно, этот инструмент звучит не так мощно, как, допустим, дредноут. И поэтому аккомпанировать себе на сцене без подключения будет достаточно проблемно, то есть за счет маленьких размеров он сильно теряется. Однако в подключении, друзья, весь этот недостаток компенсируется отличным, просто выстроенным балансом за счет дерева, ну и, безусловно, за счет электроники, которая по праву считается одной из лучших в мире. Друзья, это был канал Music Market, это был Иван Захаренко и это был потрясающий Maiton SRS 808C. Увидимся с вами в новых обзорах, играйте только на хороших гитарах. Пока!